Девчонки В этом году 1 мая было отмечено в Москве парадом молодой Красной Армии на Хадынском поле. Председатель Совета Народных Комиссаров Владимир Владимирович Ленин присутствовал на этом параде. В августе 1918 года было совершено злодейское покушение на жизнь Ленина. Надежды врагов советской власти не оправдались. Могучая натура Владимира Ильича победила смертью. Вот он в Кремле, сопровождаемый управляющим делами Совнаркома Бонч Бруевичем, вышел на первую прогулку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ленин по-прежнему оживлен, энергичен, устремлен к деятельности, к революционному творчеству. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Первая годовщина октября в Москве, выступая на открытии памятника Марксу и Энгельсу, Ленин говорил. Великая всемирно-историческая заслуга Маркса и Энгельса состоит в том, что они научным анализом доказали неизбежность краха капитализма и перехода его к коммунизму. Великая всемирно-историческая заслуга Маркса и Энгельса состоит в том, что они указали пролетариям всех стран их роль, их задачи, их призвания подняться первыми на революционную борьбу против капитала, объединить вокруг себя в этой борьбе всех трудящихся и эксплуатируемых. Субтитры создавал DimaTorzok Ленин приехал, чтобы проводить в последний путь товарища и боевого соратника, поддержать в минуты скорби жену покойного Анну Ильиничну Кульянову. Ленин 18 марта 1919 года трудящиеся Советской России провожали в последний путь первого председателя в ЦИК Якова Михайловича Свердлова. В этот день глубокой народной скорби Владимир Ильич выступил на траурном митинге на Красной площади. Он сказал, мы опустили в могилу пролетарского вождя, который больше всего сделал для организации рабочего класса для его победы. Вечная память товарищу Свердлову. На его могиле мы даем торжественную клятву еще крепше бороться за свержение капитала, за полное освобождение трудящихся. На Перувайском параде в своей речи Ленин сказал, до сих пор как о сказке говорили о том, что увидят дети наши. Но теперь, товарищи, вы ясно видите, что заложенное нами здание социалистического общества не утопия. Еще усерднее будут строить это здание наши дети. В тот же день Ильич направился в Подмосковье к рабочим Рублевской водокачке. 6 мая состоялся первый съезд по внешкольному образованию. Мы видим Владимира Ильича Ленина, Надежду Константиновну Крупскую и Народного комиссара по просвещению Анатолия Васильевича Луначарского среди делегатов. Трудным для молодого советского государства был 1919 год. Партия звала народ на защиту завоеваний Октября. 25 мая в Москве на Красной площади, как демонстрация готовности к борьбе, состоялся парад рабочих полков и военных школ. На парад прибыл председатель Совета труда и обороны Владимир Ильич Ленин. Вместе с ним на параде присутствовал комиссар Венгерской Советской Республики Тибор Самуэли. Субтитры создавал DimaTorzok